Одесса 16 октября 2022 года. Ночь с 15 на 16 октября в Одессе и области прошла спокойно напряженно. Сигнала воздушной тревоги, ракетных прилетов не было. Германия поставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Байбер. Кроме этого, Германия поставит Украине 10 понтонных мостовых машин. Франция теперь будет регулярно заниматься подготовкой украинских военных. Первая партия 2000 человек уже проходит обучение на французских полигонах. В западном военном округе Белгородской области двое мобилизованных из стран СНГ открыли огонь по своим сослуживцам. В результате 11 человек погибло, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации из всех международных организаций. НАТО проведет ядерные учения в воздушном пространстве над Бельгией, Великобританией и Северным морем. В учениях по ядерному сдерживанию примут участие 14 стран и 60 самолетов различных типов. В ходе маневров будет отрабатываться использование американских ядерных бомб. Илон Маск подтвердил, что продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Кто не в курсе, эта система активно используется нашими украинскими военными. Ночью 16 октября российская военщина обстреляла приграничные районы Черниговской и Сумской области. Вчера вечером в Беларусь прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск. Потери врага в Украине с 24 февраля 2022 года. 64 700 военнослужащих. 2524 танка. 5179 единиц бронированной техники. 1582 арт-системы. 186 систем ПВО. 268 самолетов. 242 вертолета. 1210 беспилотных летательных аппаратов. 316 крылатых ракет. 16 кораблей и катеров. Примите слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всем вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч!